Здравствуйте. Меня зовут Даниэль Келли. Я очень счастлив присутствовать здесь. Я бывший президент Европейской онкологической ассоциации медсестер. А здесь у нас присутствует вновь избранный президент этой ассоциации. Это избранный президент. С сентября уже она станет президентом нашего общества и будет работать на этой должности в течение 4-5 лет. Я хочу представить небольшое введение. Я онколог. Сейчас я профессор. Работаю в стационаре. В основном я занимаюсь вопросами рака предстательной железы и занимаюсь также исследованием в сфере палеоативного лечения. Я хочу представить вам информацию о том, что мы делаем на уровне европейского сообщества. С 1984 года образована наша организация и в 31 стране у нас имеется наше представительство. Как на Востоке, мы работаем в Европе и работаем с Востока на Запад. Практически все эти страны, где располагаются между Востоком и Западом, мы работаем там. Различные страны, различные языки, различные вызовы, различные проблемы. Но наша общая цель – это прежде всего улучшить лечение пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Посредством образования, научных исследований. И наша цель прежде всего сегодня, тот план, который у нас имеется на сегодняшнее утро – это прежде всего рассмотреть те вопросы, с которыми сталкивается онкологическая сестра, как в Европе, как в России, так и в Соединенных Штатах. Мы работаем совместно, хотим поработать с вами, и поэтому для нас это огромная честь. Мы хотим изучить определенные вопросы, как изменяется роль онкологической сестры. В Великобритании существует много вызовов, и я расскажу, какие вызовы стоят перед сестрами. И я надеюсь, что также в Соединенных Штатах имеются эти проблемы и вызовы. Сюзи и я, мы кратко поговорим о роли МДТ, мы будем говорить о роли медсестры в мультидисциплинарной команде, это МДТ. Мы будем говорить об наших общих вопросах, а также о тех взаимных интересах, которые у нас имеете. Что мы можем узнать друг от друга? Это не просто одностороннее общение. Прежде всего, общение должно быть двусторонним, интерактивная дискуссия. Мы хотим рассказать вам об организации, как организация может поддерживать вас в работе с онкологическими пациентами. Очень быстро я пройду через нашу миссию. ИОНС – это зонточная организация, которая предоставляет лидерскую помощь в научных исследованиях в отношении рака, образования онкологических сестер и пропаганда, а мы имеем в виду лоббирование, прав медсестер и прав пациентов. Мы идем в Европейский парламент, имеется наше представительство в Европейском парламенте, мы общаемся на уровне правительства и лоббируем интересы как медсестер, так и пациентов. Мы хотим сделать все возможное, чтобы любой человек, который страдает раком, имел возможность получить квалифицированную помощь от высокообразованных сестер, компетентных сестер, которые уверены в своих действиях, и чтобы разработать траекторию лечения онкологических заболеваний в течение всего периода лечения. И наше видение следующее, что онкологические сестеры должны быть признаны на европейском и местном уровне, признаны на различных уровнях государственной организации в Российской Федерации, как профессия, которая требует специализированного обучения, и чтобы все эти знания и навыки были трансформированы и передавались в Европе и в Соединенных Штатах, от Запада на Восток. Мы также хотим, чтобы у сестер были хорошие условия работы. Это включает в себя оптимальные финансовые возможности, если мы можем сравнить зарплаты, которые существуют у медицинских сестер в Европе, а также благосостояние медсестер, безопасность, обучение, приобретение навыков в соответствии с наилучшими практиками, как европейскими, так и американскими. И в результате этого улучшить ту помощь, которую оказывают медсестры онкологическим больным. Прежде всего, сила нашей организации происходит от наших членов. Это очень громкий голос, который не может быть не услышан в Европе. Конечно, мы понимаем разнообразие, которое существует в Европе и в Соединенных Штатах. Независимо от пола, сексуальной ориентации или какой-то инвалидизации. Мы хотим улучшить безопасность пациента посредством той работы, которую мы делаем, особенно, например, в рамках химиотерапии. Мы хотим получить наилучшие результаты при лечении пациентов. И в сообществе мы верим, что работая в партнерстве с организациями, с различными секторами и другими профессионалами, мы можем достичь наших целей. У нас имеют четыре основных рабочих потока в нашем обществе. Это прежде всего коммуникация, образование, научные исследования и лоббирование. Мы работаем как рабочая группа, мы достигаем наши цели, те, которые я уже только что описал. К концу 2023 года наша организация хочет достичь следующее. Прежде всего, онкологические сестры будут признаны по всей Европе посредством развития программы предоставления медицинской помощи, посредством поддержки научных исследований и образования. Все онкологические сестры, где бы они ни работали, будут иметь доступ к образованию, к образовательным программам, которые скоординированы с целями и задачами нашей организации. Это представлено все в этом журнале, это все на английском, но я думаю, что вы сможете взять эту копию. Здесь содержится информация о тех образовательных курсах, в которых можно принять участие. Я надеюсь, что все онкологические сестры приобретут официальное признание, уважение посредством того, что они делают. И я расскажу несколько позже о проекте РИКАН. Это общий обзор образовательной программы, рамочной программы, раннее определение РАКа. Все идет заданно вперед. Ну, неважно. Все содержится в этом документе. Я передам этот документ, этот журнал, эту брошюру. Вы сможете прочитать информацию. Если вы хотите узнать больше об организации ИОН или стать членом этой организации, пожалуйста, посмотрите на наш веб-сайт. Эта информация содержится... Изначально организация была основана в Великобритании, в Лондоне. И мы надеемся, что Россия станет частью семьи ИОН. Посетите наш веб-сайт. Я очень благодарен вам за то, за время, которое вы выделили и посетили нашу конференцию. Мы можем много узнать друг от друга. Большое спасибо. Огромное спасибо, профессор Келли. Садитесь, у нас первые два ряда практически полностью свободы. Не стесняйтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...